Ну-ка, скажите, кто вы, откуда и что хотели? Ну, я хочу увидеть, во-первых, вас из Беларуси, Владимир Скок. Хочу немножко побеседовать с вами, несколько вопросов задать. Надо было сначала внизу написать, под скайпом, свободен я или нет. У нас шла запись, но мы уже прервали. Ладно, говорите, я слушаю вас. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю вас, пожалуйста. У меня почему-то вы не появляетесь. Ну, вы сейчас меня видите, нет? Нет. Вы должны видеть. Нет, не вижу. Вы должны видеть, потому что я вижу на экране, что у вас доходит. Посмотрите, что-то вы не нажали там. Внизу посмотрите, там, где, может, перечеркнуто телевидение. В самом низу. Справа там. Ага, вот теперь увидел. Да-да, всё. Всё понятно. Я сказал, что вы должны увидеть. Хорошо. Янатин Тихонович, очень приятно вас увидеть, во-первых, потому что я, ну, уже довольно часто смотрел ваши передачи и ролики ваши. Вот. И мне ваша биография очень понравилась. Вот. Ну, в общем, вы мне даже, я скажу так честно, дали некоторые ключики к тем вопросам, которые были у меня. Вот. Я благодарю Бога за вас просто. Я сам по себе из пятидесятников, из христиан вероевангельских. Ну, как вы называете сектантами. Вот. Ну, у меня есть несколько вопросов. Можно задать их? Можно. Значит. Ну, вопрос такой. Вот, Рождество Иисуса Христа. Так? Когда его правильно праздновать? Декабрь двадцать пятого или седьмого января? А кто сказал, что седьмого или двадцать пятого? Откуда узнали эти цифры? Ну, празднуем же, правильно? Ну, кто это придумал-то? Не знали же? Не было Рождества Христова еще в четвертом веке. Кто же это назначил, такое число? Вот я и хотел бы с вами поговорить. Я вам отвечаю на это, если не знаете. Это Иван Златоуст. Притом, здесь все притянуто. А из-за чего он берет? А вот определенное время, один раз в году первосвящение входило во святая святых. А это время известно когда. Служил Захария. Почему Захария был первосвященник, тоже непонятно. Это был ли он первосвященник. Но и он говорит, что был. Данных никаких нет. То есть уже начинается под сомнением. Дальше. Он приходит домой. В эту же ночь он находится с женой слесоветой. И в эту ночь она зачинает. Это тоже неизвестно ниоткуда. А вот от этой даты теперь начинается отсчет девять месяцев. Рождение Иоанна Крестителя. А шесть месяцев спустя, ровно, Христос моложе. Ну, тут легко поделить уже. Если 7 января, то 7 июля день рождения Иоанна Крестителя. А 7 января. А тут новый старый стиль. Я скажу свое личное мнение, что давно пора перейти на новый стиль. Как 25-го. Как католики делают. Православные, как отмечают, это сербская церковь, грузинская, там кажется, и еврейская. Все. Четыре только. Из 16 автокефальных церквей только четыре придерживаются старого стиля. А как правильно? Первый стиль был юлиановский, язычник. А григорианский, который второй, это папа римский. Это был верующий человек. Он подсчитал. Солнце теперь не совпадает на весенние работы на 13 дней. И он их убрал. Я православный, но я должен логически подойти к рассуждению. Я говорю, католики здесь правее нас. 25-го. Хорошо, я понял. Я, в общем-то, тоже этим занимался. Так как бы не с точки зрения какого-то учения для себя. И пришел к выводу, что Рождество и 25-го, и 7-го, это чисто празднование событий, но не фактического дня рождения. Правильно? Правильно. А в принципе, в принципе, приход Иисуса Христа где-то был, скорее всего, в конце сентября, в начале октября месяца. Согласитесь? Или я не прав? Тут нужно сказать, что дата у нас 2017 год. Ошибка в 4 года. Года, не дня. А как? Когда написано, стали новые раскопки находить, то оказалось, что Ирод умер 4 года до рождения Христа. Этого быть не могло. А как же тогда установили дату? Мы очень просто можем узнать. 532 год от рождения Христа. Специальный был монах. Специальный был, астроном хороший. И он раскладывал, как таблица Менделеева. Вот сейчас так тогда-то будет, следующий год будет тогда-то. Пасхаля называлась. Никто не обращал никакого внимания. Он их эти, как таблицу Менделеева, раскладывал, раскладывал и видит, повторение началось. Он прошел третий цикл день в день, число в число. И он тогда сделал заявление Дионисии Малой. И говорит, 532 года. Он не знал, что 28 на 19 там солнечный круг и лунный. Он этого не знал. И тогда дата шла от рождения Диоклетиана, главного гонителя христиан. Да очень удивительно. Полтысячи лет считали христиане датой языческого гонителя императора. И тогда, которые были на собрании, они посчитали. А это не может быть указание такое от Бога, что именно 532 года назад родился Христос. И приняли это условно. И ошибка обнаружилась через тысячу лет только. Но нам-то разницы никакой нет. Наш Спаситель родился и умер за нас. И мы благодарим Бога за великую милость, что дал нам веру Духом Святым. Аминь. Слава Богу. Я тоже в этом не сомневаюсь. Несколько знаю про эти четыре года, которые действительно сдвинули этот календарь. Но это не важно. Это правда. И даже в этом, я думаю, что нет никакой проблемы. Никакой. Важно. Самое важное то, что Он пришел на эту землю. Правильно. Но. Но. Есть вопросы, конечно. Есть вопросы, допустим, в праздновании Пасхи. Вот вы согласитесь, что ни православные, ни католические праздники Пасхи, они не означают фактический день воскресения Иисуса Христа. Понимаете, тут о Рождестве Христа пророчеств не было в какое время. А Пасха показана 14-го Несана, весеннего месяца. Лунный цикл 28 дней. Полнолуние. В полнолуние 14-го Несана. И как раз полнолуние – это весеннее равноденствие. Солнце равноденствие. День равен ночи. Значит, когда Христа распяли, была пятница. Три дня прошло. Он воскрес в первый день недели. И теперь, назначая Пасху, нужно дождаться равноденствия 22-го марта. После него первое полнолуние. Оно могло быть рядом, а могло быть и далеко. Почему Пасха так гуляет? После полнолуния, когда Пасху Христос совершил, прошло дня до воскресения. Три дня. Теперь, если это число попадает на субботу, то нужно, чтобы три дня получилось, еще неделю отбросить. Пасха бывает уже в мае месяце. Вот эти условия, которые поставили, фактически четыре условия. Равноденствие. День равен ночи 22-го марта. Полнолуние. Дальше. Три дня до воскресного дня, до первого воскресного дня. И поэтому Пасха так гуляет. Условно. Почему? Поставили в закон никогда не праздновать вместе с евреями. Никогда. Такой канон принят. Но, если так разобраться, получается, что еврейская Пасха – это самый правильный отсчет времени. Правильно? Да для Ягненка. Для Ягненка. А они совершили... Для нас наша Пасха Христос заклан за нас, Павел говорит. А он воскрес через три дня, когда уже... Почему евреи-то, когда пришли к Нему, говорят, и не вошли? Почему? Чтобы можно было есть Пасху. Христос воскрес не в еврейскую Пасху. Он заклан был в еврейскую Пасху. В еврейскую Пасху заколали, кололи. Ягненка резали. И Христос в этот день совместил. А воскресенье на три дня позже. Наша Пасха с ними не может совпадать. Даже первая Пасха не совпадала на три дня. Это правильно. У них были дни опресночные. И в эти семь дней воскрес, он именно на третий день после первого принесения вот этой вечерней жертвы. После начала опресноков. Да, после начала опресноков. То есть ориентироваться, если честно, если правда, то все-таки надо по еврейской Пасхе. А император Константин, он своим указом после Вселенского собора первого, да, он фактически перенесено было вот это Пасхой. Перенесено празднование Пасхи. Тут надо сказать так, что он ничего не переносил. Это уже утвердившийся был обычай. Допустим, Великая Отечественная война закончилась. Проходит 45-й год, 6-й, 55-й, а День Победы не празднуют. Его не было Дня Победы. Мы работали в эти дни, 9 мая, даже нужды нету. И спустя, кажется, около 20 лет только сделали его государственным праздником свободным. Не потому, что его не было, а потому, что просто его не занесли в реестр праздников. Так и здесь. Празднование Пасхи первые христиане совершали именно вот так, как я говорю, при условии, которые было. А Константин только утвердил, потому что они пришли к власти и сдал особый эдикт. Ему нельзя этого приписывать, это уже было. Поэтому, говорит, Константин сказал праздновать воскресенье. Вот адвентисты седьмого дня они всегда праздновали. Но первые христиане, даже канон есть, отмечали субботу и воскресенье. И в конце концов к этому мы пришли. Хорошо. Но почему такое отношение к иудеям? Почему и тот же Константин, и Первый Вселенский Собор под председательством его? Ну, такое отношение к иудеям? Я читаю вот письмо Константина. И иудеи там названы разными такими словами, что и повторять их не хочется. Хорошо. Вы Мартина Лютера знаете хорошо. Протестанты. Посчитайте его отношение к иудеям. Все синагоги ломать, сжигать, отбирать книги, чтобы ни одного еврея не было. Он поступал с ними почти как Гитлер. Почему? Да потому что евреи, где бы ни появлялись, они оставляли кровавый след. Вот Россию все ограбили. Да и ваша-то страна, чем она лучше? Работали, работали на советскую власть. И вдруг раз, березовские, обрамовищи, миллиардеры, олигархи, а все до единого евреи. То есть перегнали все богатство огромной страны в Израиль и в Америку. Ну а что? Независимо ни от чего. Мы должны благословлять это семя. Благословено семя Авраама. Это первое благословение. Никогда, нигде не поноси народ Божий. Все ли отступили? Нет, не все, Павел говорит. И я еврей с колена Вениаминова. Поэтому хочешь иметь благословение? Первое благословение. Это никогда, нигде не проклинай евреев. Только благословляй как, чтобы они познали Христа, приняли Его как своего Мессии и Бога. И последнее благословение в Ветхом Завете. Плати десятину. Вторая глава и третья пророка Малахии. А все остальные будешь долголетие на земле. Другие благословения. Это все между ними. Первое Авраам и последнее Малахия. Все понятно. Мы так и делаем. Мы в своей церкви так и делаем. Благословляем Израилем. Молимся, чтобы они приняли Иисуса Христа. Чтобы основание Нового Завета, Ветхий Завет, все-таки это основание. Потому что Бог заключал Новый Завет все-таки с домом Иоды и Израиля. Правильно? То есть заключен Новый Завет с Израилем. Не с нами язычниками, а с Израилем. А мы не по природе привиты к корню. Правильно? Да. То есть фактически не с нами язычниками заключен Новый Завет с Израилем. Значит, вопрос такой. 9, 10, 11 главы послания римлянам. Павел говорит, что будет еще впереди у Бога работа с Израилем. Он будет восстановлен. Как вы смотрите на это? Остаток спасется, написано. Но они сначала воцарят Антихриста на 3,5 года из колена Данова. А потом увидят, что он не тот. И он объявит им войну. Об этом много писали святые отцы. И Фрейм, Сирин, Ипполит, Златоуст. Много об этом написано. И все творят одинаково. Три слова об Антихристе Владимира Соловьева. Они прямо вписываются в эту систему. Вот в эту. Хорошо. А что дальше? Что дальше? Ничего. Закончилась мировая история. Обратились евреи. Евреи обратятся к Богу. И все, 3,5 года закончились. С неба является Христос. Мертвого Христе воскреснут прежде. А потом и оставшись в живых. Хорошо. У меня такой вопрос. Вы понимаете? Я вот как раз слышал у вас о Тысячелетнем Царстве. И интерпретацию вот эту. И мне интересно стало. Вот я начал изучать. Смотрите. Книга пророка Исаии. Вторая глава. Так? И вот что пишет здесь. Понимаете? Весь этот текст читать? Ну я давайте прочитаю. Слово, которое было в видении Кисаю, сына Моссову, о Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. И возвысится над холмами и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут. Придите, взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева. И научит он нас своим путям. И будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон. И Слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена. И перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча. И не будут более учить воевать. Понимаете? То, что коммунисты взяли лозунги эти отсюда. Вот это видно четко. Правильно? Строилось коммунистическое государство. Советский Союз. Вот хотели они построить. Библию убрали. Христа убрали. Взяли все самое лучшее. И попытались построить. Без Христа не получилось. Но вот эти лозунги же у них были. Правильно? Перекуем, мечи на орала. Там все. Этот лозунг был. Вообще Библию они списали. Почему мы в свое время, вот я в детстве, родители были верующие. И когда мы собирались на собрание, здесь такие разгонялись. Столько пережито вот этого всего. Мы дети видели, как врывались на собрание. Врывались люди в штатском и с полонами. Подбирали там к, допустим, столу, где лежала хоть какая-то литература. Все это убирали себе. Забирали потом наши братья. Ну, вызывались в райисполкомы, в райкомы. Вызывались в КГБ. Короче говоря, вот такая работа. Мы это видели. Почему так сражались с Библией? Потому что списали оттуда. Это самое лучшее. Потом, одиннадцатая глава. И опять, уже если ее все читать, то понятно станет, что время я не хочу отнимать. Вы и так это, наверное, знаете. Одиннадцатая глава, она опять-таки говорит о том, что будет царство Израиля. Великая скорбь, это да, это понятно. Но это не царство Израиля. И там, и вот я до сего, понимаете, я слышал вашу, вот эту теорию о тысячелетнем царстве. И, понимаете, я здесь не вижу, чтобы перековали мечи на орала, копья на что-то другое. Ну, не видно этого. Духовно, я согласен, там есть вопрос, что духовно люди перерождаются, и свои мечи духовные, личные, куют совсем в другом направлении. Но чтобы государство, вот как здесь сказано, понимаете, изменилось, этого не видно. Но это фактически должно произойти. Шестьдесят пятая глава, одиннадцатая глава пророка Исаии. Шестьдесят пятая глава пророка Исаии, опять-таки, говорит Бог, творю новое небо и новую землю. И мы понимаем, в вечности так и будет, что уже не будет скорби, не будет слез. Понятно, это вечность. Но что же тут происходит, понимаете? Для меня, допустим, двадцатый стих шестьдесят пятой главы пророка Исаии говорит следующее. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. Интересный вопрос. Значит, новая земля, новое небо, на котором обещано, что не будет смерти, болезни, все не будет вот этого. Потому что это такое, почему будут умирать люди? Сейчас, минутку, подождите. Ну, вы поняли вопрос. Говори. Здравствуйте. Мы, православные христиане, мы за все благодарим Бога. Нам ничего не нужно. Благодарим за внимание. Намеливать товары разные. Понятно. Игнатий Тихонович, ну вы поняли вопрос, да? Я понял вопрос этот. Вторая глава, одиннадцатая глава, шестьдесят пятая глава пророка Исаии. Но все, ну если бы всех пророков поднимать, да, то мы бы увидели, что все пророки сходятся на том, что государство Израиль фактически на земле должно быть восстановлено. Вот как вы относитесь к этому? Хотя я, ну насколько я понимаю, тысячелетнее царство, которое вы говорили, оно не предполагает восстановление Израиля на земле. Вот, понимаете, вот этот вот вопрос меня интересует. Пожалуйста. Ну а тут ни из чего и не видно, что государство Израиль будет восстановлено. Тем более, я вам расскажу, о чем речь идет. Когда говорится, что ягненок, волк, медведица будут вместе, и ребенок прострет руку на гнездо аспида, все это в духовном плане понимается. Вот Павел, как лев, савл, гнал церковь, приходит она, не как ягненок, крестит его. Церковь так и понимала это, ни о каком Израиле речи и не шло. Совершенно ни один из святых отцов никогда об этом не говорил. Ну а как же они сегодня? А кто его создал, Израиль? Вот я вас спрошу, кто создатель государства Израиля, вы знаете? Ну, я так понимаю, что это сам Бог через Авраама, через его потомку. Адольф Гитлер создал. Адольф Гитлер. Сегодня все уже открыто, и с кем сделка какая была. Это пишет Виталий Коротич, главный редактор журнала Огонек. Все эти данные. Заголовок называется Адольф Гитлер-Основатель Израиля. Тут по-другому все выглядит, когда начинаешь смотреть. А говорить о тысячи... Нет, это Игнатий Тихонович, я все-таки смотрю на Библию. Смотрите, вот опять-таки, пророчество Исаии, 66 глава. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как сион, едва начал родами мучиться, родился, но в своих. Не знаю, как Гитлер, но ООН приложила свою руку к этому. В ночь с 14 на 15 мая было как раз постановление Организации Объединенных Наций, что Израилю быть. Это в 1948 году было. В 1948 году. И в Совете Безопасности тогда были Советский Союз и отдельно Беларусь, Украина, как пострадавшие страны, потом США, кто еще? Великобритания, видимо, победители. Короче, Совет Безопасности. Вот они принимают решение. И эта сторона действительно родилась в один день. Никто не думал. Арабы были против. Мусульманский мир был против. И вдруг страна родилась. То есть пророчество Исаии исполнилось фактически. Значит, будет фактически. Но смотрите, еще один вопрос. Евангелист Лука пишет следующее. Иисус Христос перед Вознесением. Ученики собрались вокруг Него. И Он их наставляет Духом Святым, наставляет, ну, на последние истины как бы излагает. И вот они обращаются к Нему с вопросом. Ну, чтобы дословно я прочитаю. Вы, наверное, знаете это, да? Не в сие ли время восстанавливаешь ты Царство Израилю? Сейчас я открою просто. Смотрите. Поэтому они, 6 стих 1 главы Деяния Апостола. «Сошедшись, спрашивали Его, говоря, не в это ли время в Господе восстанавливаешь ты Царство Израиля?» То есть, получается, что апостолы верили, что государство Израиль будет. И смотрите, они верили. А теперь меня интересует ответ Иисуса Христа. Я думаю, если бы не было в планах Божьих восстановления фактического государства Израиль, ну что, нечестно бы поступил бы Иисус? Он бы сказал, да что на самом деле? Никакого государства Израиль уже не будет. Смотрите. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. О временах и сроках, Он сказал, это не ваше дело. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете меня свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самаре, и даже до края земли. И ничего не сказал Иисус о том, что не будет государства Израиля или царства Израиля. Почему? Вам ответ нужен? Знаете что? В миссию Христа это не входило. Почему Он не освобождал? Он бы одним мановением пальца своего, говорит, мизинца, мог бы уничтожить римских легионеров. Однако не трогал, почему? Никакой роли не играет. Заставит одно поприще идти, идти два. То есть он им объясняет. Вот что-то скрылось, а все. Что делать? Ну-ка, иди, покажи. Скайп перестал работать. Никита, где он там у нас? Живой он? Он вышел. Что-то закрылось. Никита вышел. Закрыть программу? Да. Алло, алло. Я просто слышу, что какие-то... Он говорит, говорит. Говорит, что-то куда-то исчезло все. Куда исчезло? Ну, нажмите еще раз. Скайп. Куда? Эту? Ну, не знаю, куда. Да, да. Нажимайте на скайп. Все, нажал уже. Ох она с какими паролями. Войти не надо. Он же... Он тогда говорил, что не надо войти. Я и не трогаю. Так, что случилось? Он что-то другое включал там, Никита. Дальше что нужно делать? А, выложу... Так, на этом компьютере его скайп. Войти и выйти и пашить. У него пароля нету, у него пароля нету, он не знает его. Никита, может на него спросить? Ну, дальше-то что? Он что-то другой нажимал-то. Закрывать, не закрывать. Или как-то сказать, чтобы еще перезвонил. Вообще, она не работает. Это серьезно. Видишь, какая она. Одно и то же выбрасывает. Ну, а почему не войти? Вы уже ходите в скайпе, она пишет. Войти? Ну, она у вас сейчас пароль потребует. Выйдите из скайпа и повторите попытку. А как выйти? Фейсбук. Что дальше делать? Войти это нельзя сжать. А что тогда делать? Ну, что, Игнатьич? А? Все, я? Ну, отрывай.